Бууу, ребята же, ребята! Привет! Итак, у меня тут все немного мрачное, потому что совсем недавно был Хэллоуин. Что ж, я вам обещала показать кое-что интересное. И это кое-что... Ой! Это новенький набор со стейблами от Breyer. И эти стейблы не простые, а можно сказать золотые, но на самом деле просто блестящие. Я не скажу, что он прямо суперновый. Он вышел этим летом, но здесь совсем свежие молды. Парочка штук так точно. Вот эти верхние я буду распаковывать, я уже поподробнее про них расскажу. Для начала давайте посмотрим на упаковку. Она ничем не отличается абсолютно от других подарочных наборов Breyer. Тут все точно такое же. Единственное, что они вот этой лошади присобачили рог, и все. Что ж, давайте посмотрим на задник. Здесь у нас непосредственно лошади, которые в этом наборе. И первый это мой любимчик. Я, можно сказать, из-за него наборы купила. Он мне очень прямо понравился. И его зовут Starlight. Но если честно, я немного не согласна с именем, потому что Starlight переводится как звездный свет, а он прям такой темно-синий или темно-голубой, и больше похоже на открытый космос или звездное ночное небо. Не знаю, но никак не на звездный свет. Следующее это Twinkle. Twinkle переводится как мерцание с английского. Кстати, у меня тут видео мерцает как раз. Почему-то дурацкая лампа, прекрати, пожалуйста. Но я думаю, ей можно было бы и пооригинальнее имя придумать, потому что тут все мерцают своими блестками, и не только она. А для розовой лошади придумать имя это вот проще простого, этих имен девчачьих, таких конячьих, просто уйма. Следующий у нас Mystic. Тоже немного клишированное имя, потому что все, что зеленое и похоже на какую-нибудь магическую фигню, называют Mystery, Mystic и все в таком роде. Поэтому не особо прикольно, но ему подходит, если честно. И следующее это Melody, и вообще-то этот молд называется Теплокровный жеребец, и, возможно, здесь это Кобыла в данном случае, но не знаю, не знаю. Если честно, ей тоже подходит или ему не уверена, потому что я помню, у Брейера есть классик, который называется Rock'n'Roll, и там лошадь тоже фиолетовая и полупрозрачная. Поэтому тут, в принципе, хорошо имя подобрали, а не прям тезки. Ну что, наверное, давайте распаковывать тогда. Что ж, начнем. Опять скотч, опять мы с тобой встретились. Готово. На этот раз скотча немного. Или много, или я пропустила где-то, потому что коробка не открывается. Странно-странно. Ага, получилось. Так, коробочку отложим в сторону. Я так отложила аккуратно, что она упала на пол. Вся в пылюке извалялась. Ух ты, мне нравится, кстати, у Брейера, что они закрывают предварительно своих лошадей и еще вот таким вот экраном пластиковым, чтобы они не повредились. Вот это прикольно. Он тут тоже скотчем приклеен. Что-то... Что-то у меня как-то не везет сегодня. То-то упало, то это. Стой, Джуниперо. Так, это тоже отправляется к коробке. И первым я бы хотела достать своего любимчика. Старлайта. Или Стардаста, как я его уже переназвала. Так, я надеюсь, я ему ничего не сломала. Давайте на него посмотрим. Как по мне, он просто шикарен. Вот серьезно. Что сам молд, что цвет, который ему выбрали. Вот он просто шедеврален. Сам молд называется «Шагающая чистокровная». Знаю, это не оригинально, но... В нем действительно очень быстро угадывается чистокровка. Хорошо передали экстерьер. Все черты. А что у него морда такая плоская, гляньте? Тебя котком переехала, дорогуша? Ну ладно. Вот. А, вот еще смотрите. Он сам сделан из полупрозрачного пластика, но хвост и грива, они покрашены отдельно глиттером. Поэтому они еще блестящие, если так можно выразиться, чем он сам. Так, давайте посмотрим, как он просвечивается. У-у-у. Сейчас сфокусирую на нем камеру. Красавчик. Сам молд вышел в этом году. Чуть раньше, чем этот набор. Поэтому его можно считать совсем свеженьким. И я надеюсь, с ним еще будут какие-нибудь вариации, потому что он действительно очень классный. Хотелось бы увидеть его в чисто гнедом каком-нибудь. Раскрайся. Под реализм, так сказать. Вот такой вот чистокровка. Давайте перейдем к следующей лошади. И следующей нашей лошадкой будет Твинкл. Иди сюда из своей коробочки. Итак, это кобылка. Я думаю, уже несложно было догадаться по ее цвету. Молд называется Магнолия. И он был выпущен в 2018 году. Чуть постарше она, чем наша чистокровка. Но у меня постоянно такое впечатление, что ее выпускают уже лет пять, как минимум, потому что молд приелся. Да, она такая красивая, в движении, но скучная. У вас, конечно, может быть другое мнение насчет ее. Но я схожусь на том, что какая-то она действительно вышла не очень интересная. И в этом наборе, ко всему прочему, ей дали такой цвет, тоже скучноватый. Розовый, просто розовый. И все. Много розовых лошадей выпускается. Вы знаете, сколько их есть вообще в этом мире? Могли бы взять какой-нибудь темно-фиолетово, не знаю, может, красный или бордовый. Бордовый было бы. Знаете, есть такой цвет Марсала или Киноварь. Он такой темно-темно-красный. Было бы и то интереснее. А так она просто действительно розовенькая. Такое впечатление, что ее там на рынке купили. Не Брейер, а какой-нибудь Ксенькуань-китаец слепил себя в гараже и продает. Поэтому она мне нравится не особо. Конечно. Она тут, по-моему, самая скучная в наборе. Но все же она красивая, она прикольная. И я думаю, некоторым людям она все же очень понравится. Поэтому, дорогуша, отправляйся к своему брату. А мы переходим к следующей лошади. А следующей нашей жертвой будет такой желаемый всеми Альбороза. У Брейера есть интересная история с ним связана. Если хотите, почитайте. Но я думаю, вы ее и так знаете. Этот молд в размере Традишнл больше не выпускается. Но буквально в прошлом году его начали выпускать в размере стейбл. И все моментально на него накинулись. Он очень активно скупается, собирается некоторыми людьми. Я не фанат этого молда, если честно. Потому что я не особо люблю лошадей. Точнее, фигурок лошадей, которые стоят на дыбах или на свечке. Но я хочу сказать, что именно вот эта модель, она довольно интересная. Потому что тут точки опоры не только хвост и две ноги, но еще и третья нога. И он как будто вот в момент такого подскока, знаете. Вот. И еще что хочу сказать. В этом наборе именно этот Альба всем приходит почему-то с погнутой, поломанной иногда даже ногой. И у меня она, конечно, не поломанная, и не сломанная, и не погнутая. Но у меня тут есть такое пятнышко беленькое. Если вы видите, возможно, видите. Это значит, что она немного согнулась в какой-то момент, а потом опять выпрямилась. Знаете, когда пластмассу заламываете, то там остаются такие пятна. И факт остается фактом, не зная, что с ним случилось на заводе там. Что с ним сделали, что у всех этих моделек у них погнута передняя нога. Даже не знаю. Возможно, потому что она так выступает. Нет, понятия не имею, честно. Какой-то... Какая-то мистика. О, я теперь поняла, почему его так зовут. Мистическая история погнутой ноги. Брейер, возьмите на заветку и выпускайте такую книгу вместе с вот этой фигуркой. Будет интересно. Я бы почитала, если честно. Так. Ну, да. Он и то интереснее, чем вот эта вот... Как ее зовут? Твинкл? Да. Он и то интереснее ее. Не фанатка, как я сказала, этого молда. Но, тем не менее, он мне нравится в этом исполнении. Что про него еще сказать? Ладно. Отправляйся к своим сородичам. А мы переходим к последнему нашему коню. И последний молд. Это теплокровный жеребец. И это, походу, не жеребец, как вы видите. Они нас всех предали. Они сделали из жеребца кобылу. За что? Я хотела, чтобы это был жеребец. Ну, блин. Я прямо расстроилась. Красивый цвет фиолетовый. Поза статичная, в отличие от всех остальных лошадей из этого набора. Но хуже он от этого не становится. Да, он тоже не такой интересный, как наш первый молд чистокровка. И не такой интересный, как Альбороза. Но все же, что-то в нем есть. Что-то есть. Мне нравится цвет. Ему идет тоже. Такой пузырь у него огромный внутри, если вам видно. Меня, кстати, немного раздражают эти пузыри. В прозрачных модельках. Они так выбиваются прямо из вида. Мешают немного лицезреть на этот шедевр мирового искусства. Это, короче, кобыла Мелоди. Это тоже новый молд. Тоже был введен в этом году вместе с чистокровкой. И больше я что рассказать про него не знаю. Потому что еще ничего с ним не ясно. Никакой предыстории интересной у него нет. Ну, посмотрим. Возможно, они придумают что-то интересное. С ним какой-нибудь новый окрас. Это неизвестно. Вот такой вот жеребец. Поменявший пол на кобылу. Что ж, вот такие у нас лошади. Вот все наши кони в сборе. Ну что ж, до новых видео тогда. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...